СПАРТАК Сейчас, вспоминая матча СПАРТАКА, например, с Торпедо, Металлистом, Памиром, приходишь к мысли, а не расхолодили ли игроков те встречи, в которых они действовали как бы полсилы, довольствуясь ничельным результатом. Я ни в чем не упрекаю СПАРТАК. Есть стратегия выступления команды, и она сама решает, что ей делать, как играть. Тем более, что московский СПАРТАК по праву сейчас называют без пяти минут чемпионом. Но вот сейчас, в эти оставшиеся до ответного матча дни, по большому счету проверится профессионализм игроков СПАРТАКА, их умение подготовить себя к этой важной встрече. К сожалению, вот в этом матче в Италии ряд игроков далеки были от своей лучшей спортивной формы. Конечно, есть объективные причины – травмы, болезни, наконец, усталость, бремя лидерства. Но тем и отличается профессионал от любителя, что он всегда готов играть на высоком уровне. Аталанта сильна атака. Но в этот день Черчесов сыграл очень успешно. За семь минут до окончания Пасулько вывел один на один с вратарем Шалимов. Шалимов не смог переиграть голкипера. Конечно, сейчас можно сказать, что много было вариантов у Шалимова. И сделать передачу на право партнеру. И, наконец, можно попытаться даже обвести вратаря. Но, в всяком случае, не получилось. А возможность была прекрасной. Итальянские футболисты очень много работают на тренировках над ударами из-за штрафной площадки. Этого надо будет опасаться в Москве. И вот здесь тоже Черчесов был на высоте. Итальянские футболисты. aggio на деймболисты. Вот здесь у dichа «Шиноков» и Шалимов. Видите? Л'увра. Ушита из Феррон. Ушtsанбов. Ушу Katринальский по-пилот��� противник под away the start of the evening. Пуп 충itzный паркер на Деймб Esperoу. Т 후, пошел к région. СПАРТАК 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 Бал, Бесонов, Рац, который мало умеет, что померно, потому что о нем слышит, что он входит в большинстве формы, Бал, Бесонов. Бал, 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 Б 1-0. Тим падем приходит очень быстро омич. Яремчук. Который пресунул с правой стороны на лево в эту минуту. Бесонов. Стало Бесонов. А это брака. А это гол. Это шкода. Владимир Бесонов шел неохорожене прямо до покутового уземя Банинку. Островщи его не заставили. А Миклошко был безмочный. 54. минута утканья. Владимир Бесонов, который не могла подле предповедей дне задать, настопила. Скоро вал. Похопительная радость домácих фанушку. Видите сами. Dynamo Kiev. Баник Острова 2-0. 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 Миклошко сохранил неуверительную шансу Алексея Михайличенко, чтобы Геннадий Литовченко встретил и англичаном отпичал третий браку ткани. Тридцатая, четвертая минута, второго полчаса, седедесатая, девятая, это целиком, это успешный стрелец Геннадий Литовченко. Ральф Стурм, сейчас в середине, облажен от Морозов, в котором Позеньяков sich о Фалко Готз кюрн. Сейчас, в СФЦКО, с третий спицы, три-мал Мандеккар в Абвере, в СПАТАК МОСКО. auch zweikampf stark sind sie schmarrer черенков gefährlich durch den kapitän der sowjets durch video scherenkov und haben sie gesehen wie schnell der wieder auf den beinen war nachdem bodo egner schon gerettet hatte das ist natürlich eine kalte dusche sehen wir noch einmal den tollen antritt von scherenkov die rettungstat von egner und blitzschnell setzt er nach und drückt das leder da noch um den kurzen pfosten ins lange eck 0 zu 1 gespielt 31 minuten noch mal das ganze schön gehalten von egner einmal mehr oder der witz der wird aber zurückgefiffen denn nach einer dränge leider im fünf meter raum aha da nimmt sich schiedsrichter erst mal andere iwanoff zur brust der da wohl paul steiner weggedrückt hat bevor der eckball ausgeführt wurde das geburtstagskind eins zu eins noch einmal der eckstoß ralf sturm zum eins zu eins knapp zwei minuten nach der führung die nummer 13 gibt der spieler die ziehen solch ein trikot gar nicht erst an aber für ihn glück und auf der gegenseite natürlich ein bisschen pech diesmal hätte mr spieler noch auf vorteil hätte entscheiden können so aber die attacke von kohlkoff an den wir jetzt abgefiffen vielleicht weil ordinewitz da ins trudeln geriet und somit der vorteil nicht mehr gegeben war der pfiff von schiedsrichter spielerien jetzt der freistoß lebarski und einmal mehr der lange arm von tscherzesow fünf minuten noch bis zur pause und tor 2 zu 1 respekt respekt völlig frei der kölner verteidiger und da gab es für tscherzesow nicht zu halten das sieht natürlich jetzt schon wieder ein wenig freundlicher aus tscherenkov rodionov noch einmal der treffer da sehen wir das kohlkoff daneben grätsch auch morozov kommt nicht mehr an den ball und leider muss man sagen ist das spiel lange nicht mehr so rasant und temperamentvoll wie beispielsweise in den letzten 15 minuten vor der pause es ist klar es ist das erste tor was frank ordinewitz für den ersten fc köln erzielt und dies in einem europäischen wettbewerb und genau zum richtigen zeitpunkt und einmal mehr der wiegbereiter thomas hässler wenn es kilometer geld werde bekämen da eine extra pauschale und dann hat frank ordinewitz endlich mal den mut und trifft direkt zum 3 zu 1 noch einmal hässler dann die verlängerung Продолжение следует...